Бристаллбэк был? Да, был Бристаллбэк. Там был неопытный Бристаллбэк. А это уже другой вопрос. Это тоже неопытный Бристаллбэк. Ну ладно, ничего страшного. Серьезное заявление, новость на Киберспорт У уже инкамер. Мы кажется, что Бристаллбэк это есть четкий пул героев, я их всех знаю. И Бристаллбэка в этом списке нет, по крайней мере, по моей информации. Значит, кто-то тестит. Вот, но герой сильный, то есть если ты как бы достигаешь экспертного уровня на Бристаллбэка, да, ты чувствуешь, в какой ситуации взять какую шмотку лучше. И ты чувствуешь, в какую ситуацию ты можешь пойти и точно выжить. Вот, это вот все, что отличается от экспертного уровня Бристаллбэка от неэкспертного. Пэл, кстати, банится. Интересно. Мы знаем, что в Тюн, кстати, если анализировать команду Плейтумун, в Тюн у нас это герой, который играет на супертяжелых первых позициях еще. Я помню, с ним скрином играл, и тогда скрин я его представлял, как что-то там. Террорблейд, Фантом Лансер, Антимаг, вот эта вот вся история. То есть на каких-то там виверах, то есть редко мы его там увидим. Так, а здесь у Плейтумун очень сильно тимфайт уже набирается, но это тимфайт не особо, что делает Бристаллбэку, кстати. Котла, может быть, забрали просто, чтобы усилить тимфайт. Да, и не достался Бристаллбэку, но как это выглядит, это не солидно, потому что сейчас для Na'Vi можно взять... Ну, Na'Vi понимает, что сейчас можно отыгрывать героев, которые просто БКБшки купят, и потом попрут. Спокойно можно от этого играть, то есть там чуть ли не СФ какого-то взять. Пока Стимфайр выглядит здорово на пятерку. Разбивать лампу, разбивать бурундуков. В принципе, если постараться, я правда не знаю, как это работает. Можно ли с арены вытолкнуть? Наверное, можно. Печенькой? Да, я думаю, да. Мне тоже так кажется. Плюс хороший сетап на легкую под Бристла. Потенциально. Для Бристаллбэка не нужен там какой-то сетап, да? Для Бристаллбэка нужен просто герой, который позволит ему, в общем, просто докачаться до 4-5 левела постакать, он просто зафармит. Там Бристаллбэка не особо важно, там поубиваешь ты, в общем, героя внарядили, не поубиваешь. Вообще все равно. Там главное выйти, в общем, свой темп. Вот. И все. Здесь появляется Оракл, под Бристаллбэка тоже герой хороший. Единственное, что пока тимфайта у Нави маловато. Но в этом ничего страшного нету, потому что, ну, Flight to Moon очень однотипный тимфайт. То есть тимфайт, который можно легко задоржить. Я бы так сказал. Мне немного смущает СД на First Peak, но за Дайр. Но по идее он может постакать Энштаб. Это Дайр или Родионт? Да, Дайр написано. По идее он может постакать Энштаб. И может быть этот Бристалл придет пофармить их однажды. Да, точно придет. Точно. Помнишь, как мы играли Бристаллбэк Висп? Да, да. Но сейчас вот эти новые крипы, которые там два раза у тебя застакуются хп-регинищие крипы, и ты там никогда в жизни это не фармишь. Бристаллбэк их все равно выносит. На каком уровне? На Симпром. Нет, ты на Симпром не придешь. Без котла ты один туда не придешь, не зафармишь это дело. Неопытный Бристаллбэк. В смысле? Неопытный Бристаллбэк. Хорошо, посмотрим. Ну, кстати, вот хорошее подспорье для того, чтобы оценить. Я просто видел много хайлайтов, где приходит такой Свен, даже есть в виду Слугника. Банально, банально. Даже приходит Свен, там двухслотовый, двух-трехслотовый, фармит этих Энштаб, и просто они все регенятся и дают ему роты. Здесь у нас фарк появляется, и сразу же Бист почему-то, почему-то. Инста. Действительно, почему-то, потому что Бист не тот герой, который тимфайт выигрывает, при этом это не тот герой, который позволяет с тимфайта убежать. Так он сейчас, ну... И он против Сварка не очень хорош. Да, Сварка на линию. Может он мискликнул? Ну, как-то он инста пикнул. Не, он инста пикнул, это значит, что сейчас у нас тут будет стратегия, причем стратегия, которая, судя по всему, будет давить. От Na'Vi? Да, от Na'Vi. Будут давить, будут драться. Это не совсем их плейстайл. Обычно они любят больше отсиживаться, играть в лейт, но тут, в общем, собрались давить. Хотя, не знаю, как-то Марса Котла под гримстроком давить не особо... Мне вообще не нравится драфт Na'Vi. Я не вижу здесь, как эти четыре героя друг с другом взаимодействуют. У тебя вся баф... Есть SD, который прячет, нет ничего под эту пряталку. Есть Бристол, который... Просто Бристол. Есть Бисмастер, который усиливает тебя с руки, на штатах спиды, и нет героев, которые бьют с руки. А справа хотя бы прозрачно. Гримстрок дает стандс Варку, Сварк прыгнул, вот у тебя комба. Я даже добавлю к Илье то, что действительно, во-первых, нету комбинации под Шадоу Демона. Не то, что как бы он прячет и сетап какой-то, а то, что под Шадоу Демона ты хочешь сбурстить именно героя. Тут нету бурста. Ну, только Оракл немножко, и все. Ораклом ты хочешь засоветить какого-то героя, ну, стратегического. Не Бристолбека. То есть ты хочешь, чтобы Бристолбека максимально набили. То есть ты не хочешь ссоветить Бристолбека вообще. То есть такое ощущение, что на Na'Vi нет тимфайта, нет урона, да? И есть один Бристолбек, который побежит вперед, но пока он, в общем, этот урон начнет уносить, то есть такое ощущение, что если его заигнорить, все остальное сзади просто вот так сольется в секунду. И тут как бы уже даже неважно... Да, соответственно, от Na'Vi мы ожидаем либо сейчас героя, который внезапно даст какой-то лютый... И баланс все в весь драфт. Ну, лютый пуш-потенциал какой-то, да? Что у них будет окно, которое, что они 15-20 минуты реально пойдут и сотрут. Драгонайт какой-то, я не знаю даже. Ну, типа того, да. Либо мы ждем героя, который действительно сможет запротектить от этих всех героев. То есть, условно говоря, Гаргона, который останет. Будет Бристолбек спереди. Да, или Снайпер. Ну да. То есть Бристолбек будет спереди, который, в общем, будет танчить под Гаргону, в общем, если что, Бестмастер пассивку даст, Shadow Demon иллюзии сильные. Ну, потому что с Бристолбека иллюзии от Shadow Demon плохие. Ты их не поспамишь. Хочешь, может быть, даже в луну какую-то Акаша. А, это Акаша просто герой. Не верю. Знаешь, как это? Не верю. Не верю в это. Только если идеи не очень сильно не навалят, но, по идее, не должны. Короче, не попадает ни под одну идею, ни под вторую. Бристолбек мастер здесь, мало того, что против Сларка, при этом усиляет героев слабо. Ну, то есть Акаша и Бристолбек не те герои, которые прям, получая ауры Бестмастера, начинают всех уничтожать. Орак вам тут сэвить особо некого. Shadow Demon из своих героев сделать иллюзии тоже мало смысла. То есть можно сделать иллюзии только со Сларка, если Сларк возьмет диффуз. Он спокойно может этот диффуз не брать. Так, ну и тут герой появляется, который Акаша у нас в медиа закрывает. Чувствует себя хорошо. Flight to Moon, что приходит на ум. ДК. Хотя Боди не особо любит. Какая-то Лина кэжуал. Нужна ли тут кэжуал Лина? Ну, еще есть Шторм. Есть Шторм, да. Но контроля, кстати, у Нави очень мало. Под Котла, в принципе, неплохой герой. Ну да, то есть больше в ДК Шторма какого-то верится. Что-то такое. Может даже какой-то... Может тоже Саленсер, кстати. Пак мне еще очень нравится. Саленсер, нет? А Пак, смотри, на контроле нет. Я за Пака. С Агонимом Пак? Не обязательно. Можно и с Агонимом. Так ощущение, что может урона не хватить. Саленсер. Хороший герой. Рано или поздно у Бресла закончится мана. Орако ульт не нажмет. Увидит беста, нажмут глобал. Бест не даст. Ну, неплохое. Flight to Moon вообще не собирается у нас играть. Там по макро тоже собирается драться. Саленсер здесь заходит. Они, в принципе, против ВП показывали в третьей игре. Вот этого Саленсера против Паргуната. Там плохо было у него. Все, он мидия умер два раза, по-моему. А Саленсер такой герой, если ты им дохнешь, ты же не камбэкаешься. Он макро-задачник их не выполняет, стаки не фармит, пушит медленно, уездно. Но мне не нравится. Я имею в виду то, что Бодя там на лейнинге очень сильно ошибся. Он проиграл выигрышный матчап свой. Там был Мунистер. Ну, посмотрим. Здесь, я думаю, Flight to Moon должны завозить первую карту. Где-то 65. По драфту, да? Да. Ну, пока... У Na'Vi мощно, мощно. Но у Na'Vi там на... Во-первых, на таймере. Во-вторых, они обязаны вот этими героями линии выиграть. Вот именно обязаны. Тогда, как бы, игра выравнивается. У меня впечатление, что они что-то тестируют. Кто, Na'Vi? Да. Ну, тестируют. Я думаю, они находятся в это постоянно. Можно сказать, что они тестируют, но они взяли героев на суперагрессию. Вот именно суперагрессию. Но вот именно Na'Vi в последнее время, последние там полгода не являются экспертами этого стиля. Это точно. Неплохое резюме. Ну, как есть. Может быть, нужно тогда поменять стайл? Ну, опять же, это работа тренера. Да, может быть, они сейчас прям изменят стиль игры Na'Vi в прямом эфире. Нет, на самом деле стиль Na'Vi — это тот стиль, который они даже сами не понимают, что происходит. Может быть, это законтролируем их. Кстати, да, так они сами по этому поводу шутили. Кстати, недавно вышло интервью с Магом. Маг говорит, что они пытаются постоянно менять драфтеров. И на самом деле прослеживается то, что каждый драфт в каждой игре он какой-то совсем другой. Видно, что другой человек драфтит. А кто сегодня драфтил? Интересно. Интересно. Кто сегодня непонятно. Кто сегодня? А кто там их самый агрессор? Не знаю. До этого драфтил Сёма плюс Ильяс. Потом драфтил Маг. Один. Молча. А сейчас без понятия. Да, но он говорил, что он просто молча сидел драфтил. То есть он выбирает им героев и с ними не обсуждает? Ну, я думаю, не так, что он пришел, набрал и ушел. Я думаю, он следит за тренировками, за КВшками. То есть он смотрит, анализирует, что получается, что не получается. И, исходя из этого, делает какой-то выбор ту или иную пользу. Делает заметки. Ну, посмотрим. На самом деле пока непонятно. Надо, наверное, увидеть игру и экзаменовать. На то с Винсера будут Fly to Moon. В общем-то, матчап у нас очень интересный. Потенциал здесь, я думаю, высокий, хорошей игры. Может быть, даже она затянется, если повезет. Потому что, в принципе, катки по 30 минут. Я не знаю, как вы к ним относитесь. Я не очень люблю. Я люблю, когда есть драма, перевороты, размены и так далее. Игра затягивается. Тогда она смотрится интереснее, динамичнее. Коэффициент от париматча 1.87 против 1.87. Возможно, они будут скорректированы после драфта. В любом случае, если вы чувствуете в себе силы и желание, вы можете пройти по баннеру под трансляцией. И, в общем-то, если сделаете депозит, то получите дополнительно бонус. Я передаю слово нашим комментаторам. Всем удачи. Давайте осмотреть игру. Ну что, первая карта между Na'Vi и Flight to Moon прямо сейчас. С вами Texas и ShadowVeg. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Как думаешь, будет ли он у нас... О, в зале игры. Ведь он у нас снова сплакует сих поринскую мову. Как вчера рассказывал, красавчик, в эфире Фобос, что сейчас как бы версия 2.0 у Айсберга. Вот раньше он играл... Он линию выносил, а потом все было плохо, а сейчас стратегия другая. То есть ты лузаешь линию, а потом разваливаешь. Как это я вчера говорил. А, это ты говорил. Ты не путал. Естественно. Конечно, я самое первое это подметил. У Айсберг даже ник в доте. То есть это не шутка. У него ник такой был. Айсберг в 2.0. Поэтому посмотрим, как будут у них идти дела в этой игре. Что интересно, вот Grimstroke плюс Маркс, это, так сказать, коронный лейнин команды Flight to Moon. Они побеждали там почти всех. Даже приходили против треплы, там просто 5-0, 5-0 с линии выходят. Игра уже заканчивается в минуте на 20-ой. Посмотрим, справятся ли они против команды Nathus Vincere. Видим мы, что у Nathus Vincere был очень большой стрик поражений. И вот смогли они победить команду B8, команду Dendy. Ну там было не так просто на самом-то деле. Не так просто? Ну там было сражение на первой карте. Ну вот стрик они свой сбили, да? Но Flight to Moon тоже не собираются проигрывать. Главное, не запускать новый стрик. Да. У Flight to Moon стрик пока тоже имеется. Два поражения подряд уже на пушке. И хочется, конечно же, победы. Смотрим, Бадян хорошо застопил крипов. Magical уже не было у него хп. Минус половина здоровья, да? Всего лишь 30 секунд на линии. Посмотрим, как этот матчап будет стояться. Вчера у нас Айсберг проиграл на Сайлентере против Шторма. Хотя казалось бы, матчап для Сайлентера. Крепы не агрятся, харасишь с Глайвами. И все хорошо. Посмотрим, с какой ноги сегодня Бадян очень плотненько. Он сейчас флайп, прощение. Неприятно ему. По драфту, в принципе, у Flight to Moon все выглядит довольно-таки симпатично. Есть Сайлентер против Оракла, да? Есть против Шадо Демона. То есть два сейва в теории могут как-то подконтриться. Мне это нравится. Генерал так. Ильяс заходит за спину, хочет вард поставить. Или какая причина, почему он зашел за спину? Не знаю. Он там играет по-своему. 4-0 Крепстату Квапы. И вот плохо, плохо линия застопилась, да? Бадян, значит, стоит просто под вышкой и добивает всех крипов. Маджикал, каждый удар на хайграунд, вероятность меса крайне велика. Да, есть такое дело. То есть сложно так вот постоять линию. Все-таки еще и пацаны отвешивают салом. Глайвы в его сторону уже подорвался. 4 интеллекта, что тоже приятного для Айсберга. Смотрим, по Крепстатам 9-3, 8-0, 6-4. Пока что полнейшая доминация. Тоже смотрел. Илья отмечал, что Мак давал интервью. Подкаст на канале Нави, да? Все на ибо двору. И там Мак говорил, и Ильяс пробовал пикать, и вроде еще кто-то пробовал пикать. И поняли, что смысла нет что-то менять. И обратно вернулся пикать Мак. При этом Маку самому не нравилось, как он пикал. Посмотрел, там видос такой задизлайканный был, на самом деле. Не понравилось ему, как высказался Андрей Макчепенко. Ну, каждый воспринимает, как может. Посмотрим, что же изменится сегодня у нас. Пик. Не знаю, что сказать про пик. Потому что Shadow Demon был на ферст пик. Да, ШД на пару с Бристлбэком. И потом 10-ый Бристлбэк. И такой думаешь, а что такое ШД Бристлбэк? Все матчи мы смотрим, даже близко ничего такого нет. То есть какая логика самого именно Shadow Demon не ясна. И вот сейчас даже драфт закончился. У нас ШД часто был краски в бане. И решили Нави себе его все-таки забирать. Решили, что если не возьмут, то уже на второй стадии не доживет. Видимо, Shadow Demon. Возможно, как-то тренировались с ним, знаешь. Да, при этом, кстати, у нас из-за того, что Нави взяли себе ШД Бристлбэк, отжимают котла под Бристлбэк. У нас парень с команды Flight to Moon. То есть в теории Нави могли его добрать в комбинацию. Смотрим, Слэйр будет ли прятать. Лысо на флайе нет. Больно, больно котлу. Мало у него хп. И вот я вот видел, сейчас многие игроки пытаются на таких героях, как котл, просто покупать там две хилки для керри, для себя. Стоять, постоянно пытаться харасить, размен ресурсов производить. Поэтому интересно будет, как котел будет работать в этой игре. Как-то уж очень мало квопы. 10-2 против 21 на 8 в центре. А он ничего не может. О, еще и в лицо замазал там сейчас кристаллайзу. Неприятно, конечно. На самом деле, все начинается на линии, начиная со стопа крипов. Стоп крипов проигран, все. Линия тоже проиграна, так же самое. Генералку, который решил подушить. Так, шел он в СВ. Вот та самая связочка от команды Flight to Moon. Работает. Отличный троков фейд по двум героям. Ильяс проблемный. Ильяс все-таки уворачивается. Или нет, копье пошло по кристаллайзу. Проблема у Бристлбэка, знаешь, даже приятнее. Это фраг на коре. Как же они поменяли таргет, да? Очень качественно было сыграно, да? Просто вот забили на Ильяса и переключились на Бристлбэка. А кристаллайз такое чувство, что даже не ожидал, да? Да, думал, что сейчас к ним это подсейвит, все будет хорошо, но не тут-то было. Как же больно Ильясу. Мне кажется, лучше его даже оставить уже в живых. Что ему делать с 50 здоровья на линии? Ну да, выйти будет, ну, опасно. Но приносит ему кристаллайз скилочку с базы. Там Алоха хотел сбивать уже хил, но решил все-таки не тратить ману, потому что был шанс промахнуться. В это время он загоняет генерала. Есть по нему уже три гушки. Замедление отличное от Алохи. Есть еще один заряд гушки, еще один спрей, но не хватает демеджа. Попытка отомстить Алохи сейчас от команды Na'Vi. Есть, правда, от Алохи Инсвелл. Скоро будет стан, и Алоха станет. И сам ворачивается от удара. И пошла еще ногушка, еще один спрей, и нужен еще один пшик здесь для кристаллайза, и он его совершает. Сделают у нас убийство Na'Vi, но 161 золото, да? А сколько маны было потрачено бристаллбеком? У него ее просто не осталось, да? И условно, чтобы быстро восстановить, нужно принести себе с базы два манга, да? Стоимость двух манга 140, заработал 160. Плюс еще крипы на линии, да, допустим, потерялись. И вот нужно подумать, типа, ворсет или нет? Там решил у нас Бристалл не контролить вот в пятой минуте баунти, просто вернуться по скрипу на линию, и баунтоз у нас там забирает как раз-таки Марс. При этом перефарм за командой Flight Moon уже более двух тысяч, что весьма солидно за шесть минут матча, ну даже за пять минут матча. При этом на топе очень плотно размяли бристаллбек, у него ни мана, ни хпшки, есть удар с щитом, отлично, и его Алох так финально мазком покрыл по голове. Мне кажется, команда Flight Moon в этой карте себя чувствует нереально уверенно. 17-4 крипстат квапы на пятой минуте сороковой секунде. Это нереально мало. Два раза. Да, нужно ему левел шесть, под него стянуться, попытаться убить Салитера, и может убить сейчас Айсберга. Ну, кстати, Богдан ошибается очень плотно. Феррифайр пошел. Ласт вор 3 хп! 3 хп! Нереально, нереально. Да ладно? Минус 18 интеллекта у нас у Клопы, Бадяноч настрелял. Но знаешь, вот когда ты настолько доминируешь линию, и умираешь один на один, это очень плохо. Ну, знаешь, сейчас за киллы дает намного меньше. Ну да, раньше было бы еще хуже. Да, у Клопы у нас 1600, у Саленсера 2500, соло килл. Вот тебе и система, которая изменила в последнее время распределение золота. Ну хотя бы опыт, там для Клопы залетает, как у него по уровню, там, у Queen of Pain. Шестой уже, краски у Боди. И Мэджикл у нас пятый, я так понимаю, левел. Не, у него шестой, у него шестой. По XP все хорошо, типа, они стоят на равных, но по Нетворсу, блин, камбэк отсложно. Сейчас есть у нас регенчик, но он пока не правит. Да, есть реген, но решил оставить реген на то, чтобы еще и ману себе восполнить, и пока использую Хеллинг Селф, благо она была на месте. Знаешь, вот смотрю на Нетворс, пока что выглядит, как будто за 20 минут все закончится. Ну знаешь, я таки уже слышал заявление изи-катка. То есть, допустим, тот же манч, вот первая карта между Продиджи и Спирит. То есть, Фоба сказал, что просто по драфту, несмотря на теги, там 20 на 80 в пользу команды Спирит. Но они все линии проиграли, и после вот так и не камбэкнули. Ну да, но мы можем сейчас уже наблюдать, исходя из того, что мы видим, как отселялись линии. Да, согласен. Мы смотрим уже седьмая минута, три топ Нетворса, и при этом герои у Na'Vi не лучше. То есть, пик лучше у Flight of Moon, еще и выигранные линии. И очень сложно, на самом деле, что-либо придумать. Смотри, выход от Слэра, там так-то недалеко еще и у Орока, проблема огромная у Кристалайза. Ильяс не успевает его подсейвить, и уже в третий раз умирает в Ристалбэк. Вот я думаю, еще одна такая проблема, то что количество станов команды Na'Vi. Нужно убивать Богдана? Это бестмастер. Вот сейчас, да, мы видели выход, нет станов, как убивать? Нужно стянуться к бестмастеру. Что такое бестмастер? Это герой, который пушит линии и толкает, он не хочет выходить там, и он же не будет покупать блинки, прыгать, пытаться кого-то за стане, да? И еще при этом имеется Сларк, который сбрасывает стан, имеется Саленсер, который может не дать продолжить ничего просто. Вот ульта бестмастера, да, глобал, все, ульта КВП дальше не проходит. И на этом вся инициация и заканчивается. Поэтому вот в этом плане, а вот пик полный. Аркандруны у нас появляются КВП, дротик у него в 3, и идет пытаться делать какие-то киллы в топе. Я думаю, это самое лучшее, что он может придумать. Стоит на варде у нас генерал, у него имеется 17 стиков, и хватит Мэджика Лоурона. Будет ли он пытаться? Ну знаешь, как Лил рассказывал, что когда он играл в команде, им коуч рассказывал, что нужно вот под КВПу делать перетяжки. А тут у нас КВП перемещается. Но вроде получается успешно, потому что уже убивает Флай, поймали Витюна, но опять же глобал. Всю атаку стопает, и ТП-ху никогда не собьешь. Вот видел, стопроцентная смерть Сларка должна была быть, да. Но глобал просто решает все вопросы. Выживает у нас Сларк. Умирает всего лишь один котел, но был потраченный телепорт. Саркандруная, правда. Ну, по крайней мере, глобал ушел у нас в кулдаун. То есть, если будет еще одна атака от Нави, вот, в окно кулдауна, то тогда будет неплохо. Интересный момент. Бристалбек себе сначала Фейзы покупал, да, я видел у него Chainmail. Видели в последнее время Рашед Вангвар, да. Зачем? Чтобы пойти зафармить Аништов. Имеется у нас стаки. Видимо, Shadow Demon делает. Тут очень мало кристаллайца, так что он решил выходить именно в фейзы стики. Такие, знаешь, арты дорогостоящие осталось потом. Ладно, всегда можно сказать, да, что Флайты Муны же там почти выиграли, всякое такое. Давай подумаем, какие есть ауты в Нави, как можно перевернуть игру в свою сторону. Первое это стаки, да, уже делается. Бристалбека нужно возвращать. Флай пытается монтить сеть, но не умирает он. Хотя ждет, ждет Мэджикл, думает его бить. Во-первых, это стаки везде, в своем лесу, с одной стороны, с другой стороны. Потом Клопа должна сделать какие-то убийства с ульты. Забирает аванпост, но верхний аванпост так-то уже за командой как раз-таки. Флайты Муны есть, он слоубайн по двум героям, убивает эту убыстика Слеера, Слеер минус. Ну и также минус Мэджикл, ультимейт Клопа выдает, убивает Котла, но это два в одного. Но, по крайней мере, один аванпост за команды Нави. Полуцию опыта получили. Можно подметить, у Мэджикла был Киллинг Спри, его тюн его забирает, получает всего лишь 250 золота. Ну да. Подошел у нас Кристалайз, получил очень много дамажа в спину, Ластфорд работает и разрывает Бристалбека минус два. Первая спина, первая спина. Была бы хотя бы вторая, может и выжил, но урон очень большой. Четвертый левел третьего спела у Сайленсера. Ластфорд, да, уже за максимум. И он как работает? От интеллекта. То есть он усиливается, от интеллекта кратный. Он настакал очень много, поэтому такой урон и зашел. Ринат Марс поймали Пашу, Паша больно работает, краски удары от стеночки. Это минус Паша. Еще один кора умирает у Нави, это три кора подряд в таверне у Нави. Неприятная ситуация, Алоха Дэнс уже у нас седьмой левел. Квапа. Не успел под баунтоз, есть сразу же фантом, покусывает, но строков фейд идет мимо. Кстати, вот возвращаясь к подкасту с Андреем Агачепенко, да, высказался он в нем, спросил у него, Яна, вот идут слухи, что какие-то замены планируются там, может быть ГПК там в Нави. Да, 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 слышал такое. Да, но он как бы слух про ГПК опровергнул, да, а по поводу замен сказал, что мы работаем, мы стараемся, но если результаты будут такие же самые неудовлетворительные, да, несмотря на все старания, то замены все-таки произойдут. Ну, это логично, то есть ты сначала играешь в Лигу ESL и занимаешь последнее место на уровне сбейт в другой группе, а сейчас вот если ты тоже идешь вот там, прося задних, то странно было бы играть дальше, ничего не меняя. Я просто вот вспоминаю, у Нави всегда были пики точеные, знаешь, там какие-то разоры, какие-то распики короны, там Дизраптор Акс, там всякие, знаешь, туда-сюда, все так красивенько, а тут чисто Шадо Демон Бристл Бэк. Ну, вот был первый матч на Нави, то есть они там играли через, как бы, вроде драф под себя, там через ДК Керри, но как-то вот, были очень мало опыта на Керри ДК, то ли, чего-то еще не хватило, но там не сыграли Нави, в это время у нас подцепили Пашу, арена от Марса, Паша под Фотспомисом, но Паша уже близок к смерти, Капье пошло от Марса, но Капье летит мимо, и Паша минус два. Минус два интеллекта еще он получает, супер неприятная ситуация. Бадьянович у нас собирает Атос, сразу имеет с него три нуля. Смотри, это матч, где Бадьянович линию развалил, а что происходит в этом случае? В этом случае он должен умереть пару раз и закинуть. Получается так, либо это версия 3-0. Версия 3-0. Развалить линию и матч потом. И не проиграть? Получается так, ты прикинь, к этому нужно дойти. Сначала первая версия, потом вторая, потом так. Берем лучшее, убираем худшее и разваливаем. Я бы это назвал не третьей версией, а просто Айсберг Реборн. Ага, кстати, неплохо. Кстати, Алибарду собирает у нас Бристл Бэк сразу. Как тебе Бристл без Вангварда? Ну, мне кажется, он уже, знаешь, экономненько играет. Бюджетный. Ну ладно, без Вангварда я обойдусь, Алибарда все-таки надо, Сларка затыкать. Поймали генерала, ТП-ху сбить нечем, но и так убили. Оракл сбил, Оракл сбил первым спамом. Да, успел? Да. Окей. Поймали Флая, этого парня. Сможем, не сможем, смогли. Минус два героя у команды Флэйтумун. Приятная серия фрагов для команды Нави. И было бы неплохо еще укрепить это под пушем вышки. А при этом Витю на ТПе тоже вышку забирает. Неплохие два убийства, но вспомним мы сейчас убийство дает настолько мало золота, насколько только можно себе представить. Поэтому без фарма-крипов все это не имеет смысла. Как тебе в целом изменение экономики под фраги? Что сначала сделали момент, что стрики на суппортах просто огромные давали сумму золота, а сейчас настолько уменьшили. Ну, сейчас, получается, важны фраги только для достижения каких-то... То есть убить объектив, да? Чтобы, например, бестмастер зашел в лес и может сейчас фармить энд, чтобы спокойно зайти в ту зону. То есть освобождение зон для фарма. Вот это вот сейчас действительно важно. Забрали сейчас минус два, убили вышку. Возможно, флайт иммунам даже не стоило ее дефить, потому что эта вышка самая незащищенная на карте, которая вообще только есть. Либо вы все дефите, либо вы ее не дефите. Рано или поздно она все равно упадет. Вот боковые вышки, которые офлайнеры там где стоят, они практически не падают, да? Они бессмысленные, они не открывают зону для фарма, поэтому они стоят и по 20, и по 30 минут. Майджиклана поймали на Атос, убивает он со спи-бобобобобра и дает линкаут, а курса на нем не висит. Да он ее не качал даже еще, скорее всего. Он же замаксил второй-третий, еще и талант взял, скорее всего. Имеется у нас уже диффуза, 14-ая минута, вытюн, прыжок на Семена за слейера. Ну, пока Семен отступает, ведь он поедет дальше, не поедет, потому что уже неплохо наваливает по нему иллюзии. Вообще, Сларк был всегда нереально хорош против Бристлбека. Ворует статы, дрейнит ману. Что еще нужно против Бристлбека, да? Ну, вот выйти в себя Рейдж, который подходит к Сларку. Минус вышка, Ласхит рабочий. К себе кажется мне, или сегодня три Бристлбека подряд у нас терпят крушение? У нас было дважды Бристлбек? Да, Бристлбеки у нас у него присутствовали. У нас был Котл Бристлбек, он проиграл? Да, да, да. Первый матч, ну да. Котл проиграл. Есть глобал, открывает здесь Пашу, Паша под Фантомом, и Паша под Брундуком умирает. Минус два. А скоро будет минус четыре, это во двойне неприятно получается. Помогает Слэра, есть пока, конечно, баф здесь от Ильяса, а султбай потом героем, Вилл офис поставлен. Не может уйти мэш, говорит, отпустите, пожалуйста, Ильяс, не держи меня здесь, но никак. Даблкил для Богдана, снова порция интеллекта для Сайленсера, отступает Слэр, за ним пошла вагония от Марса, но вроде как Слэр отступает, хотя Слэр дает паун, Слэр будет сейчас давать диффуза, замедление, не успел, так, есть Атос, но все, не отпускаем. Копье, плюс два, минус два, триплкил. Как казалось, да, в минуте на четвертое, что игра может быть двадцатиминутной, сейчас она кажется, что может быть и восемнадцатиминутной. Настолько быстро? Да, с такими темпами. Ну, просто их убивают везде, фарма нет, да, у Калпы 4400. Вот представь, что ты вот Мэджикл, да? Представил. И ты сейчас сидишь с ним вот в тем спике, и он говорит, парни, у меня 4400, либо мы идем сейчас делаем убийство, либо, ну, нет смысла дальше играть. Вот сейчас они все воскресятся, могут пойти в смок, если они не сделают убийство, есть ли смысл оставаться в игре? Нет, потому что перефарм нереальнейший, и аутпик. Я думаю, Дота плюс говорит, скорее всего, что там 98 на 2%. Вот сейчас 6000, я уверен, там просто нереальные проценты. И при этом наши вот спонсоры, наши друзья париматч тоже дают коэффициенты 1.2 на 4.2. То есть, в принципе, это соответствует тому, что происходит по карте, и все весьма справедливо. Хотя у нас изначально вот до матча коэффициенты были равны 1.87 на 1.87. Ну, видят, что Na'Vi не в самой лучшей форме. Хотя мне сегодня казалось, что, возможно, Flight Moon те самые удобные соперники, да? Я так тоже думал. Я тоже думал, ну, ладно, окей, это еще только первая карта, но у нас вот есть каждый день прогноз, такая битва редакции против аналитиков, комментаторов. Я вот все-таки верил в Na'Vi в этом матче, но в 2.1. То есть, не думаю, я не думаю, что тут могут 2.0 сыграть команды, хотя, учитывая старт первой карты, учитывая то, как сейчас исполнял Flight Moon, то вполне возможно, потому что вчера Flight Moon очень классно играли против VP. Кстати, у нас еще такой принципиальный матч для команды Flight Moon, так как Слеер играл у нас на четвертой позиции в команде Flight Moon и ушел, собственно, в Na'Vi, да? И у Flight Moon огромнейшая мотивация просто наказать Семена за то, что покинул этот коллектив. А Семен, в свою очередь, не хочет проиграть, да? Потому что все будут говорить, ну что, все ушел, да? Красавец, молодец. Вторую вышку у нас забирает внизу Паша. Паша отыгрывает качественно, да? То есть, его задача там, открывать пространство на карте. Он этим занимается, делает это идеально. Может ли он сделать что-то больше? Нет. Он же не может купить блинк и прыгать там в какие-то замесы, да? Да это вообще лишь у нас смысла. Потому что есть Саленсер, который сразу всю инициацию поднет. Костя Марс покупает у нас Вангвард, да? И никуда его не апает. А зачем тогда тебе просто Вангвард? Решил просто быть жирнее, решил впитать демиджи в себя? Ну ладно, окей, допустим. Там дабл демидж к ВП, она уже активировала данную руну. Курьер упал у генерала, так-то. Клотар уже у нас имеется у Сларка, будет он Сильвер собирать против Бристлбека и еще один моментик, неприятный для него. И Аквила у Квапы. Ну да, а кому еще? В принципе, агильного героя в этой игре нет. Погоня от Сларка, Витюн, Паунс, так, подпелись Мэджикла, Мэджику неприятно, но пока жить будет. Ультимативно пошла прыжок, ай, он кулдаун, очень жаль, потому что Сайланс его не отпускает. Копье от Марса и Паша там в опасности. Да, в принципе... Сетка потрачена, копье потрачено, хотя вот дальше как? Или успеет? Успел. Успел. В принципе, Глобал еще был против Копы и Блинка, да? Да, да. Как бы рассчитывали на Гримстрока, по информации играла. Копа по Нетворцу уже ниже Алохи. Но это мне ни о чем не говорит, потому что... понял. Поймали Каталайза, копье, пока он уворачивается, не увернулся. Но пытался, он пытался, минус 2. Это мне ни о чем не говорит, потому что давай просто представим ситуацию, то, что выдали Мэджикула в кредит 3000 золота, да? У него сейчас не 5, а 8 тысяч. И как бы ничего это не меняет, сильнее он не становится. Интересный. Да, ничего не произойдет. Знаешь, такой еще момент того, что постоянно воруют у нас Флэйту Муны. Сларк ворует. То есть смотри, мало того, что вот как было раньше, то есть Салла воровал только посмертно, а так воруют и во время файта. То есть ты воруешь интеллект и во время файта и навсегда. И так же делает Сларк. Неприятно. Ну видишь, как... Поймали Мэджик, Латос, ну да, еще и Глобал. Не экономят. Вы забрали у нас игрока, мы заберем у вас все, да? Мы заберем у вас все, да? Да. Статы. Вот такая ситуация у нас происходит. Алохи очень неприятно. Кабанчик замедляет, просто как червяк ползет, еле-еле. И Паша даже не собирается, то есть... Он скрипскипает. Да, да, он не собирается улетать, скрипнет пачку даже ценой своей жизни, играет отчаянно на благо команды. Да не, он ушел даже. Потихонечку Бристалбек уже 7800 имеет, уже 2000 разницы со Сларком. Вот только есть один вопрос. Поможет ли вот эта вот как-то разница, да, сокращение хоть как-то? Смотри, Витюн вскрывает, нападает на Слеера, Слеера успел прорезать свои сплы, есть, правда, Феллс пробился в Шадо Дензи. Кстати, сбили все-таки Айдрюд ТП, то ли он отменил ТП, так я и не понял, ну да ладно. Поймали на праймалор Витюн Нави, но Витюн прожимает Дарпак, и Витюн отступает, Сала отступает, все живы, Соллбай под двумя команды Нави, есть двойной как разки Фантом, начинает накусывать Бурундук, уже в спину выгрызаются в Кристалайза, у него проблемки по ХП, есть по нему Атоса, работает в лицо, да, Лебард на Сларке, но это не проблема для команды, Флайдумун, Витюн уже умирает, герой Кор, команды Нави, в размен лишнего одного котла, арена от Марса, которая зонит Нави как разки и удерживает там двух героев, сетка пошла, и НСВЛ по генералу, Паш пытается уйти, но поймал замедление, тем не менее, не было остального удар щитом от Марса, есть только Фейт, наваливает Богдан, и двоечка пошла, плюс четыре, вот и талант, подкатил, Мэджикл, Блинкаут, но Богдан не отпускает, Богдан куда ты полез, далеко вырывается, но ему блевает на всех, просто уничтожает команду Нави, и там чуть ли не раздавало лицо сейчас бедному Ораклу, ГГБП, 21 минута, 20 на 7, вот такой счет в первой карте Нави и Флайдумун, гарна игра, сгоден, ну собственно, как и ожидалось, после четвертой минуты, после такого начала, игры так и заканчиваются, нужно побеждать,